А если это такой несерьезной беседой, можно там смеяться, да? Можно. Главное не плакать. Но я напоминаю, что беседа все-таки это жанр аналитический. То есть он требует какого-то анализа, даже на этот юмор, да? Даже если, ну я не знаю, условно, люди в доме 2 тоже пытаются анализировать. Там одна сплошная аналитика. Сравниваются, поставляют. Все глубоко. Это не повод, ты это работаешь. Но такую аналитику. Начинаем. Важно. Здравствуйте, в эфире программа «Обед со звездой» и я ее ведущая Василиса Смирнова. И сегодня у нас в гостях звезда 90-х, легендарный Богдан Титамир. Здравствуйте, Богдан. Итак, расскажите, как у вас дела, какие у вас планы на будущее, что вообще у вас с творчеством. Все морд, все пучком. Все так же, зажигаем, хай энергии. Все то же самое, все клево. Насколько мне известно, у вас в последнее время очень редко выходят какие-то новые песни и вообще вы куда-то пропали. Да, я и не свечусь где-то с 90-х. Закончили наше выступление. Мы, Кармен, закончилась в 88-м. И как-то ситуация поменялась. Я что в Нью-Йорк, то туда. Сейчас живу в Таиланде с одной и две телочки. Я уехал. Ну, понимаешь, как-то уже не зовут тема. Ходили слухи, что вы все жениться собирались. Да и не женились. Пока не собираюсь, финансовый вопрос не решу. У меня деньги не считаю и вам не советую. Нет, еще самочки для меня потомства. Очки не хотите снять? Что увидела мои хитрые глаза. С какой-то момент сняли студенты, а так, скорее всего нет. Понятно. Но скоро уже 50 вам будет? Как вы считаете? Полтосник, скоро полтосник, да. Нужно ли уже к чему-то прийти в жизни? Может быть, уже все-таки жену завести с ним? Все равно я рассказал. Все так же отдыхаем, пока не планируем. Финансовый вопрос пока решен не будет. И в Таиланде нормально. Все мудро, все вы как-то еще приезжали. Там пару раз сюда в Москву дал концерты и все нормально. И как у вас? Расскажи какие-то дела, как мы уже познакомились. Расскажи, представься. Мы просто на «ты» говорили. Хорошо. Итак, спасибо. Ладно, Богдан. Раз на «ты», так на «ты». И что же, какие у тебя, какое у тебя мнение насчет того, что происходит сейчас в шоу-бизнесе? То есть, по твоему мнению, я так понимаю, сейчас нет достойных, да? Музыка не так хороша. Музыка не так, просто параши. Двух стволки запели эфир, как два. Попса одна сплошненькая, да. Вы понимаете, как-то тема такая. Надо менять, да? Я ушел, не суюсь туда больше. Мы занимались хренью, потом, конечно, пара альбомов. Очень опасный «Перец» выпустили. Ну, альбомы не продаются. Хочешь зайти на YouTube, посмотри пару клипов. Вот последний «Оргазм» и вот и все. А в кино не хочешь сниматься? В кино снялся, кстати. Это был фильм о Мавроди, там Бондарчук еще снимался. МММ. Я свой трек записал туда. В левой руке Юпитер, в правой руке, сейчас как там, Марс. Мой пиар-менеджер «Карабас». Послушаю эту песню. Так я не думаю. Обязательно послушаю. В сентябре по НТВ сказали, «Квартиры нет, живу на Далман в Ростове, останавливаюсь у друзей». «Телочек много, а шивается, туда-сюда предлагают, что-то покидают, как это и бывает». «И?» «Ну, расскажи о себе, как. Бесерва мне говорили. Еды нет, но я вегетарианец, алкоголь не пью, но…» «Алкоголь не пью, да?» «Очень противоречивая информация. Насколько мне известно, несмотря на то, что возраст уже далеко не молодой, ты себя не ограничиваешь в запрещенных препаратах и алкогольных крепких напитках». «И препараты, повышающие потенцию, всегда принимали. Это была тема 90-х очень мощная. «Сейчас самый лучший препарат я же судьбу, я всем мужчинам советую». «А это нет, нет, наркоту бросили». «Напробовал практически всё, сейчас какие-то новые составы, какие-то смеси, я не в теле». «Так что с музыкой, Богдан?» «Да всё ровно. Есть две песни, я рассказал, даже три». «Огромно, когда мы не видим то, что…» «Но они до народа не доходят в контакт, выкладывают, там люди, кто-то как не стоит в жилет, а его не поддерживает, кто-то сам по себе жилет, приглашает где-то». «Ну, выступаем олимпийском на дискотеке 90-х. Меня всё просило на 20-летие Карменов, потому что скоро дать концерт Сергею Валимову, потому что, помню, была группа Карменов в 90-х. «Ну, помню». «Тёрки были, не помню, из-за чего человек виделись, как он не выходит». «Я считаю, нужно как-то посерьёзнее подходить, конечно, к делу, Богдан, потому что слова словами, но, как мы уже понимаем, далеко на этом не лели. Сейчас уже очень много, мне кажется, знаменитых, известных, молодых исполнителей, которые, как мы видим, перекрывают себя очень сильно и…» «Да, тоже Тимон, с кем эти музыки, тогда это «Грязную штуку». И теперь он вижу, где я уже не в том возрасте. «Джиган» там были, в Одессе «Джиган» я говорю «Тёплю». «А не хочешь менять поврение творчества?» «Да, как бы, что менять, про любовь так и делать». «Или заняться какими-то серьёзными проектами, а не такими поверхностными?» «Серьёзными для меня тут». «То есть это твой предел, это самый серьёзный?» «Предел я наградировал полностью». «Ага, очень интересно. И напоследок, что ты можешь сказать, зрителям о том, какую музыку они слушают. Есть какие-то у тебя твои собственные вкусы, твои предпочтения?» «Классическую музыку слушайте, больше читайте, чтобы надо идти до такого уровня, как я». «Очень приятно слушать, это самоанализ». «Тимати» можно послушать, у меня там пара песен делали. Как там называлась «Борода», у меня есть «Борода», и ты скажешь мне «Да», может прикол, не знаю, что такое. «Музыки сейчас нет, всё продут». Спасибо, Богдан. Мы подходим к концу наше шоу. С вами была Василиса Смирнова. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok